Слушай, ну и у нас есть такая развлекательная рубрика, где мы про всякие хорошие и приятные вещи стараемся говорить. Ну, поскольку ты амбассадор Санкт-Петербурга и в мерче, давай, может быть, назовешь какие-нибудь три самых вот душевных, самых любимых места в Санкт-Петербурге? Три душевных места? Ну, душевных, просто любимых. Где тебе хорошо? Первое, Пушкинская, 10. Это адрес, по которому я проживаю. Там есть прекрасный диван. Ты тоже имеешь в виду в квартире или в парадной? Даже, если быть точным, в квартире есть небольшая комната, 10 квадратных метров, где стоит кровать, где есть телевизор, компьютер, гитара. И до ближайшего холодильника, 15 метров, это мое любимое место в Петербурге. Следующее место находится в 50 метрах от первого места. Это рюмочная на улице Пушкинской, по адресу Пушкинская, 1, куда я прихожу и где мне всегда первую рюмку наливают бесплатно и говорят, спасибо, Василис, что пришел. Дальше уже ко мне приходят друзья. Это второе место. И третье место – это Эрмитаж, где висит моя любимая картина «Корпорация амстердамских стрелков», где есть рыцарский зал и мумия хеопса четвертого, которую можно посмотреть в любой момент, спустившись в подвал. Туда же, наверное, не так просто попасть. Нам надо по записи заранее с утра занимать. Нужно достаточно хорошо зарабатывать, чтобы туда попасть, поскольку билет стоит 400 рублей. Это как сходить в театр. Нужно обладать хорошей физической подготовкой, поскольку провести, в принципе, два часа в Эрмитаже это достаточно выматывает. Нужно много ходить и очень много впечатлений. Москвичи, приехавшие в Петербург, которым я провожу экскурсию по Эрмитажу, и я спрашиваю на выходе, ребята, что вам больше всего понравилось в Эрмитаже? Они от меня отвечают обычно, что мы из него вышли. Да, видимо, надо готовиться. С культурной точки зрения, так и с физической. А может быть, в Москве какие-то тоже вспомнишь хорошие места? Третьяковская галерея, прежде всего. Ресторан около Третьяковской галереи, который называется Третьяков. Ну и вообще все, что связано с каким-то художеством и артом. Мне очень нравится все, что происходит вокруг Крымского моста, скажем. Там же есть, да, под землей какое-то, ну не под землей, снизу, в подвальном помещении, какой-то автовыставка там. Тараканы как там играли, закрытый концертик. Да, это тоже мое любимое место. Я там играл трижды, поскольку мой директор, мой подмосковный менеджер, который сегодня будет играть со мной на ящике, именуемом Кахон, он является арт-директором этого помещения, поэтому... Мост. Да, помню, если не ошибаюсь, называется... Мост, да, шикарное место, очень клево. Окей, ты уже сказал, что любишь лежать на диване и мечтать. Давай как-то, может быть, немножко застримся на этой истории и вот три любимых времяпрепровождения. Может быть, либо вот эти два подраскроем как-то, либо еще что-то добавим. Длительная трезвая прогулка по Петербургу от 8 километров по трекеру. Это принципиально, чтобы она была трезвая. Потому что ты в динамике, ты чувствуешь себя хорошо и когда ты приходишь в первое перечисленное любимое место назад и ложишься перед телевизором на ту самую кровать, то ты чувствуешь полное удовлетворение и чистую совесть и весь кайф вот, собственно, от Петербурга. Теперь уже можешь себе позволить открыть бутылочку пивка и сделать это с кайфом. Ну, можно и так, да. Что-нибудь еще помимо вот трекинга вот этого ходьбы? Время провождения. Репетиция с группой Планета Вина. Напряжение вот этого года мы собирались каждую неделю, если могли, по средам и играли ради удовольствия. Поскольку, ну, такого мощного приложения концертного ввиду того, что группа новая, не было. То есть, был один концерт всего. И мы испытывали истинный кайф от этого. Вот такое, да. То есть, все-таки, когда это репетиция кирпичей, то есть понимание, что все как-то посерьезнее, а тут просто все в кайф. Дело в том, что репетиции кирпичей нет, в принципе. Я не могу вспомнить вообще, когда мы последний раз репетировали, наверное, это года полтора назад, перед записью альбома. Видимо, вы уже настолько, столько зарепетировали все это за годы, что теперь на этой базе... А нам и не нужно даже новый материал репетировать. Мы просто приходим и играем. Все как-то само собой льется. Круто. Давай, раз уж мы сговорили о музыке, ты говоришь, что ты новую сцену не очень за ней следишь, она тебе не очень интересная, я так понимаю. Но так или иначе, какие-нибудь три, любимых отечественных исполнителей. Если какое-то что-то будет более-менее новое в этом списке, то будет еще класснее. Ну, давай я перечислю три новых. Гэше, Громыка, Громыка, и Планета Вина. Гэше, Громыка, Планета Вина. А тогда и старичков из каких-нибудь... Аквариум, Кино. Обожаю группу Кино. Недавно опять подсел. Собственно, альбом Ночь и альбом Это не любовь. С удовольствием прослушиваю, когда купаюсь в ванне, лежу и слышу... Но это не любовь. И третье, это... Из отечественного, да? Ну, да. Можем потом отдельным блоком еще по зарубежному. И третье, это... Спасибо. Сергея Курехина в видеозаписи. Погуглите. Сергей Курехин, поп-механик. Курехин, да, через... Да, Сергей Курехин. Окей, давай тогда попробуем с зарубежными. Огромная просьба сохранить паузу в видео, когда я думал, кто будет третьим. Я думал, нужно их сохранить или нет? И зарубежных? Stone Temple Pilots, Cradle of Filth и Paddle of Mud. Мне нравится, что они все примерно с одной длиной названий и супер разные по жанрам. Да, одна фигня. Где играют барабаны и фузят гитары, то есть одна музыка из одного разлива, что называется. Да, давай тогда к слову о разливе. Тебе принесли пивка. Давай обсудим любимые алкогольные напитки. Три любимых алкогольных напитка. У тебя есть группа, где вино упоминается, в руке у тебя пиво. А напитки какие? Ну, прежде всего, лагер. Пиво-лагер. По моему глубокому убеждению, оно все одинаковое. Оно льется все из одной бочки и, ну, и так же пьется, хорошо проходит. Второй любимый алкогольный напиток – это красное вино сухое, грузинское, сапирави, фирмы завода Дугладзе. Я покупаю его ящиками, а если мне не приводит ящик, то я стараюсь как-то выменить свои таланты на ящик этого вина. Последний раз я делал фит с одной малоизвестной группой, мне понравилась песня, но я попросил, я буду вкладывать свои силы, свое имя в ваше творчество, поэтому давайте-ка какой-то мне могорыч. И они мне предоставили два ящика сапирави, которые я пил на протяжении месяца, каждый день. Такой вот диалог из Мимино, когда он говорил, если мне будет приятно, то я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно. Вот это прям тот же случай, мне кажется. Я пол-скул. Я легко беру гонорары ящиком сапирави Дугладзе, но важно, чтобы был завод Дугладзе именно. Почему, как ты понял, что тебе вот именно грузинское, именно Дугладзе, не какое-то другое? Ну, методом тыка, то есть я испробовал все сорта сапирави, находясь в Тбилиси, и это меня поперло больше всего. Дело в том, что я в Тбилиси был однажды, две недели, и, собственно, основная задача у меня была попробовать все разобраться с винами. Я в день выпивал по две бутылки вина, там на воздухе все это идет просто идеально, без всякого похмелья и побочки. Сапирави Дугладзе почему-то у меня к концу поездки стояло каждый день. Окей, давай, может быть, обсудим тогда еще безалкогольные напитки, я знаю, что Грузия еще славится лимонадами. А, мы третий не упомянули, да. Водочка, тундра. Хорошо, что мы на повышение едем, пиво, вино, водка. Это дачный напиток. Вот мы еще раз вспомнили, еще раз стоит вспомнить двухгодовалой давности период пандемии. Мне, в принципе, было достаточно пофигу, я, так сказать, особо не парился над карантинами и так далее. Но я подвергся всеобщей панике и решил превратить все в комедию и в какой-то научный эксперимент. Я заперся на даче сознательно и целый месяц не ходил дальше магазина, который находится в 70 метрах. Нужно спуститься с горы и подняться назад. И вот я там пил исключительно водочку тундра с огурчиками, яблочками, помидорчиками. Идет просто прекрасно. Отлично. Давай попробуем про безалкогольные, если тебе, конечно, интересны вообще такие напитки. Безалкогольные? Ну, мы сейчас очень много рекламируем, конечно. Я думаю, что это нормально. Безалкогольные я пью томатный сок сочный, который, значит, Петербург весь утыкан магазинами белорусских продуктов. Там продается, ну, считается, что белорусы сохранили госты советские, что продукты у них без добавок и так далее. Ну, и местами это действительно похоже на истину. Очень рекомендую сок сочный. Наливаешь себе в пивной стакан половину и разбавляешь колодезной водой. Из колодезя в поселке Шапки Ленинградской области слегка мешаешь и выпиваешь. Это просто кайф. Это напоминает какие-то детские советские времена, как видно. Кстати, к разговору о томатах. Как ты к газе относишься? К чему? Газе. Газе – это пиво с томатным соком. Другая, да. Пряненько, остренько. Я отношусь резко отрицательно. Резко отрицательно. Попланирую сегодня здесь попробовать. То есть я пробовал в разных местах, но здесь вот еще не пробовал. Ну, вы сказали, значит, придется попробовать. Мне его на выходе после концерта я попробую газе. Такое, ну, любители, конечно, вещь. Но если тебе нравится, в принципе... Мне нравится, в принципе, по отдельности. То есть иногда, когда пиво не лезет совсем, то очень прикольно сделать большой-большой глоток пива и запить его маленьким глотком томатного сока. И тогда пропадают все вот эти рефлексы, и все. Можно работать дальше. Ну, конечно, на сцену, вперед. Что, парочку назовем помимо сока? Помимо сока? Помимо томатного сока, этого конкретно. Черный чай с сахаром в поезде Сапсан. Это, мне кажется, как томатный сок самый вкусный в самолетах, так же и чай в поездах, да? Да, нет ничего вкуснее сапсановского чая. Он такой немножко... С такой железнодорожной водой. И, естественно, не в классических советских подстаканниках, а в чмошных таких пластиковых штуках. Вот, но это тоже вкусно, да. Вот год назад ездил в Питер, и там был у нас олдовый подстаканник. Но это был не Сапсан, обычный поезд был. Да, ну, видишь, в Сапсане не напасешься этих подстаканников, поскольку поток большой, и их просто разворуют, мне кажется. Ну, в любом случае, чай в Сапсане вкусно. Третий какой-нибудь еще напиток. Куриный бульон в пирожковой на улице Большой Морской. Это на Санкт-Петербуржественском какое-то заведение, да? И он там подается как напиток или как суп? Он подается в стакане граненом. Ты его пьешь маленькими глотками, этот бульончик. Чем-то лучше еще его сопровождать или прямо так? Одного стакана достаточно для того, чтобы встал и пошел дальше. Отлично. Ну и давай тогда уже закончим едой, раз уж мы перешли плавно к еде. Какие-нибудь три любимых блюда? Борщ, щи и солянка. Все супные такие. Ну, да. Все, ну, классно, душевно, неожиданно. Какие-то вещи для себя открыли, как, например, напиток из... Как правильно это назвать еще раз? Бульон, да? Да, бульон, бульон, да. Он в Петербурге продается, на самом деле, во многих местах, в пышечных всяких. Просто куриный бульон. Плотный такой. Как тебе заведение? Ты успел сегодня почекаться, как вообще в целом антураж, аппарат? Все великолепно. Вы видите по, так сказать, нашему прекрасному заднику. Это гримерка? Я просто пока не заходил еще в основную зону. Как это правильно характеризовать? Да, это гримерка. Специально для нас все убрали. Размитили инструменты, чтобы было получше снимать. Так что, вот, видишь, все люди подготовились. Если что, то тут можно и гитару починить, и кахон вообще сколотить, собрать. Ну, вот, уважаемые телезрители не видят, что у нас тут, собственно, лежит гитара, губ, пацан, мошка, кахон и так далее. Мы сейчас займемся репетицией. Нам надо прогнать кое-что. Прямо созданием инструментов создать. Все есть под рукой. Да. Все, спасибо, тогда не будем больше отвлекать. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok